Здесь будет сад, какого в Архангельске еще не бывало. Мы залечим пруд и поднимем этот холм. И на вершине построим красивую беседку. А здесь, на этом пустыре, будут улажайки и куточные клубы, редкие деревья и кусты. Я обещаю тебе, если позволишь, у нас и наших детей будет редкий по красоте сад, который дети будут передавать из поколения в поколение. В конце XIX и начале XX века Архангелогородцы устраивали у себя во дворах садики, которые очаровывали всех приезжающих. На многих путешественников в те годы произойдет впечатление не только деревянная архитектура Архангельска, но и частные садики, бульвары, аллеи, парки города. Бабушка Евгения Фрейзер сдержала слово. Постепенно с помощью книг, рабочих и опытных специалистов из запустения родился единственный в своем роде сад в Архангельске – реальное воплощение ее мечты. Все заборы были перестроены. Двор от сада отделяла живая изгородь, усыпанная желтыми цветами. Пруд увеличили, завели карпов. По краям лужаек купами росли ирисы, нарциссы, камыш. Два маленьких причала плотика с перилами упокоились на воде. У одного из них уменьшилась простая беседка среди берез. Возвращаясь над садом, на вершине теперь уже настоящего холма стоял миниатюрный волшебный замок. Ступеньки среди цветущих кустов вели в комнату, где стояли стол и стулья. Робовинные цветные стекла в окна готического стиля нам детям заставляли огромное удовольствие. Мы смотрели сквозь них в сад, и он мгновенно превращался в таинственное место, темное и влекущее, то наоборот, золотое и ясное. Из этой комнаты верю вела на наружную лестницу, по которой можно было попасть на плоскую крышу, огражденную невысоким зубчатым парапетом. На одном из ее углов была башня, внутри которой ступени винтовой лестницы вели на крошечную площадку с флагштоком. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестности и реку, а если смотреть вниз, увидишь лужайки, цветочные клубы, необычные деревья и кусты. Сирень всех оттенков росла в огромных количествах. Она хорошо выдерживала местные морозы. Глубая ель и величественные темно-зеленые сосны также были урожайцами этих мест. Но многие растения были привезены из дальних мест. Бальзамический тополь с красными душистыми сережками из Сибири. Некоторые растения и луковичные из степей. Я помню, что к нам постоянно прибывали завернутые мешковины растения. С севера Шотландии были привезены розы, а однажды мы с волнением встречали яблони. Может быть, теперь яблони уже могут расти далеко на севере. Но 70 лет назад эта яблонка была единственной во всем Архангельске, если не во всей губернии. В начале каждого лета группы гимназистов часто приходили посмотреть, как цветет в нашем саду эта диковинка. Сад был живым памятником великому трудовому подвигу, а создательницей его можно поставить в вариации с садающимися садоводами. К сожалению, английский сад, созданный Евгением в Архангельске, в советское время не сохранился, но остался на фотографиях и воспоминаниях. Роскошные сады были при доме архангельского губернатора, примеха в архангельском монастыре, а также у архиерийского дома. Располагались в городе и общественные парки. В середине XIX века в городе стали появляться бульвары. Лидия Ивановна, жена промышленника Суркова, устроила прекрасный бульвар на набережной в районе Немецкой Слободы. Он был ухоженный, засаженным цветами, с постриженными газончиками. Самым первым из общественных садов в Архангельске появился Александровский или Летний сад. Александровский сад заложили в Архангельске летом 1820 года. После визита в город Александра I в честь царя его назвали Александровским, а в народе называли Летним. Сад находился между Троицким проспектом, Вежим проспектом, или нету проспекта Ломоносова, улицами Боровско-Успенской, ныне Логинова, и Дорк-Пекерской, ныне Садовая. На наших дней сад не сохранился, а сейчас на его месте находится стадион «Динамо». В конце XIX века Александровский сад представлял собой густую рощу. Его сдавали в аренду предпринимателям, чтобы те, содержали его в порядке, устраивали в нем гуляния и развлечения. На садовой эстраде устраивали спектакли, а также сеансы синематографа. Был построен павильон для оркестра, расставлены беседки и качели. Зимой в Александровском саду устраивали каток, а в центре сада был выкопан пруд. Долгие годы Александровский сад был любимым местом отдыха горожан. В 1926 году в месте Александровского сада был обустроен стадион спортивного общества «Динамо». Еще одним любимым местом отдыха горожан в начале XX века был Ивагаринский сквер. Сейчас это Петровский парк. Название сквер получил по фамилии Архангельского губернатора, который приложил место, планировавшееся для проведения военных парадов, превратить в городской парк, который в итоге стал местом неизменных гуляний местного пожарного общества. Именем губернатора был назван Голицынский сквер, возникший вокруг домика Петра I. Когда в 1914 году здесь установили памятник Петру, то скверик переименовали в Петровский. На Масеев остров, как и на Кедостров, горожане любили выезжать на целый день. Компаниями на остров переправлялись с гармошками, с гитарами и даже с граммофонами. Организовывали пикники, пели и плясали. В послевоенные годы XX века появилась программа по благоустройству города, по которой предполагалось на Смурном Буяне создать парк культуры и отдыха, на пересечении улицы Северодвинской обводного канала, на пустыре за кинотеатром Русь сделать еще один парк, при городах города у деревни Белая гора, у деревни Валдушки и у деревни Талаги создать три загородных лесных парка. Какие-то из этих проектов удалось осуществить, какие-то проекты находятся на стадии планирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова